Музыка Мне бы хотелось сообщить, с моей точки зрения, об очень хорошем, положительном событии, о том, что действия объектов права, интеллектуальной собственности, чтобы проще, это свидетельства на знаки для товаров и услуг, патенты на полезные модели, патенты на промышленные образцы, патенты на изобретения, могут быть расширены по инициативе собственников патента, лиц зарегистрированных или проживающих в Севастополе и на территории Крыма. Действия этих документов может быть расширены на территорию Российской Федерации, при условии написания соответствующего заявления. Эта информация опубликована на сайте Федерального института промышленного собственности 6 мая 2014 года. Что я хочу сказать? Эти вопросы решились очень быстро, но исключительно быстро. Это говорит о важности объектов права и интеллектуальной собственности в жизни общества и о хорошем стремлении к сотрудничеству, о стремлении облегченного вхождения наших промышленников и предпринимателей в жизнь Российской Федерации. Я уже присоединилась к этому процессу как исполнитель. То есть, когда было принято решение о написании соответствующего положения, я получала соответствующие запросы, письма для того, чтобы была при подготовке этого постановления возможность определиться с объемами, расширением количества действующими документами. Естественно, как всякого нормального человека, меня заинтересовало, как это произошло. Потому что вот наш офис, он не являлся инициатором. Наш офис являлся инициатором других вещей, которые касаются нашей деятельности. Но именно не этого вопроса. Поэтому я начала опрашивать своих клиентов, каким образом все это могло произойти и кто это. Я вот выяснила, что есть такая организация. Я вот записала Крымское бюро виноградарства, вина, некоммерческая организация, выступила с письмом, обращением к президенту Российской Федерации, правительству Российской Федерации и уполномоченному по правам предпринимательства, если я правильно произношу, должность этого уполномоченного. Все это происходило в первых числах апреля. Вот обращение ко мне с техническими вопросами было уже 16 апреля. А решение, которое очень облегчит работу наших промышленников-предпринимателей, особенно тех, кто связан с пищевой промышленностью и виноделем, уже было принято и опубликовано 6 мая. Торговая марка. Давай будем говорить только об этом объекте, он наиболее простой. Предназначен для отличия товаров и услуг одних лиц от аналогичных товаров и услуг других лиц. Для того, чтобы торговая марка стала известной и позитивно воспринималась людьми, ну вот я как хозяйка, и вы как хозяйка, наверное, приходите в магазин, и у вас есть какие-то свои предпочтения. Правильно, вы покупаете тот или иной стиральный порошок, это у вас уже связано с восприятием средств идентификации. И вот когда отторговая марка, она просто по определению, это в международных правилах, это локальный объект. То есть могут быть одинаковые торговые марки, зарегистрированные на разных лиц в разных странах. Так во всем мире. И присоединение города федерального значения Севастополя к Российской Федерации и Крыма, оно повлекло за собой прекращение, то есть недействие торговых марок, зарегистрированных в Украине, на территории Российской Федерации. То есть эти торговые марки продолжают действовать на территории Украины, но на территории Российской Федерации они уже не действуют, потому что мы не регистрировали на территории Российской Федерации. Давай представим последствия просто для виноделов. У нас, слава Богу, в Крыму известные, хорошие, любимые торговые марки. Эти торговые марки связаны с технологическими инструкциями. Там я уже не говорю этикетка, реклама, там бутылка и все остальное. Даже просто нормативные разрешительные документы обязательно связаны с средством идентификации. Мы с вами покупаем молочную продукцию. Мы, в общем-то, являемся простыми потребителями. И фактически товаропроизводитель лишается такого важного объекта. Ну и, в общем-то, регистрация торговой марки это очень дорогое удовольствие. В Российской Федерации пошлины выше, чем в Украине. В Украине это было недешево. В Российской Федерации, учитывая огромные размеры, очень большой поток объектов, право интеллектуальной собственности, ну, в общем-то, пошлины немножко побольше. Выдая охранный документ, проходит много экспертиз. И поэтому отдата поступления заявки ведомства и до выдачи охранного документа проходит срок примерно один год. И в течение этого года товаропроизводители будут, и мы, как потребители, будут испытывать большие неудобства. Расширение происходит без уплаты российских патентных пошлин. Да, это очень важно, конечно, вы правильно отметили. Расширение проходит без оплаты российских патентных пошлин на основании желания и заявления собственника объекта права интеллектуальной собственности, проживающего на территории Крыма и Севастополя, на те объекты, на которые в свое время был получен охранный документ в Украине на дату 18 марта 2014 года. К сожалению, такой вариант рассматривался, но не был принят. Заявки, которые сейчас находятся на рассмотрении в Украине, не будут сохраняться их даты приоритета в Российской Федерации. Речь касается только действующих охранных документов на дату 18 марта 2014 года. Это касается также телерадиокомпании. Получение лицензии, средства идентификации для телерадиокомпании очень важны компоненты деятельности. Редактор субтитров А.Семкин